В честь празднования Наурызы и Дня Великой Победы ТОО «Хонг Цистых Жарах Транзит» организовал турнир по мини-футболу. В соревновании приняли участие 24 команды. В финал вышли 5 команд. Своим мастерством отличились энергетики из Келесского, Сузахского, Тулькибасского районов и сотрудники ТОО «Энергопоток Шымкента». Мы традиционно начали нашу игру между энергетиками. Она стартовала 10 марта. В ней приняли участие 24 команды. Среди них в финал вырвались 5 команд из разных районов Туркестанской области. Главная наша цель конкурса является воспитание и укрепление дружеских отношений между сотрудниками и внушить любовь к спорту. В этом году для трех лучших спортсменов организаторы выделили специальную номинацию. В номинации «Лучший вратарь» победил игрок команды Тулькибасского района. Звание самого возрастного игрока завоевал 47-летний энергетик из Сузакского района. А Аскар Уразов из ТОО «Энергопоток» был признан лучшим нападающим турнира. Мы очень благодарны профсоюзному коллективу ТОО «Энергопоток» играла с энергетиками Шымкента. Я забил там один гол. После этого я забил три гола в игре с командой Сузак и два гола в ворота команды Келес. Таким образом, мы забили семь голов, и мы являемся победителями номинации «Лучший игрок». Теперь планируем честно заниматься спортом и способствовать его развитию. Среди пяти команд, прошедших финальный этап, звание чемпиона турнира по мини-футболу завоевала сборная городских электрических сетей ТОО «Энергопоток» Транзит Шымкента. Спасибо организаторам турнира. Надеюсь, мини-футбол будет все чаще и чаще развиваться. Надеюсь, мы будем еще участвовать в таких турнирах и завоевывать первые места. Это наша вторая победа. Все пять команд, вышедших в финал, не остались без призов. Команда, занявшая пятое место, получила 50 тысяч тенге. Обладатели четвертого места – 70 тысяч тенге. Тройка призеров получили по 100 тысяч тенге. А занявшие второе место – 150 тысяч тенге. Главные призеры получили 200 тысяч тенге и кубок. К слову, спортивные соревнования среди энергетиков проходят ежегодно. Продолжение следует...